Региональные законодатели завершают осеннюю сессию. В областной думе состоялось итоговое пленарное заседание. В основной повестке дня 14 вопросов. Самые острые по традиции касаются бюджета. Изменены характеристики на этот год. Доходы увеличены на 90 миллионов, расходы на 95 с половиной. 14 миллионов пойдут на обеспечение льготного проезда на всех видах пассажирского транспорта ветеранам труда. Почти 4 миллиона заложены на предоставление 50-процентной скидки отдельным категориям граждан на проезд в железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Дополнительные средства направлены в Департамент соцзащиты населения 160 миллионов на то, чтобы получатели социальных пособий, время выплаты которых наступают в январе следующего года, могли без проблем их получить. В Новый год, отметил спикер, регион выходит без долгов по судебным искам. В федеральный бюджет Ивановская область возвращает 232 миллиона рублей субсидий. Средства не удалось распределить, потому что программа предоставления льгот по закону о ветеранах труда Ивановской области не идеально. Ее необходимо менять, возлагая большие обязательства на федеральный бюджет. У нас ветераны труда Ивановской области, проживающие в городе Иванове, проживающие в Лугском муниципальном районе, объем поддержки получают разный. В силу того, что ветеран, который проживает в сельской местности в муниципальном районе, он получает поддержку на дрова порядка 300 рублей в год. А человек, который проживает в благоустроенной квартире в областном центре, он каждый месяц получает более 1000 рублей. Интересовало депутатов и хватит ли средств у муниципалитетов до конца года на продолжение отопительного сезона. Виктор Смирнов отметил, что без угля перед Новым годом никто не останется. В проекте закона на цели размещения разницы, межтарифной разницы предусмотрено 50 миллионов рублей в пределах тех возможных средств, которые на сегодня рассматриваются. Общая сумма, я уже называла, расходов, которые мы перераспределяем, это 374 миллиона рублей, но за счет налоговых, не налоговых доходов мы решаем вопрос только в объеме 127 миллионов рублей. Приняли депутаты изменения в закон о ветеранах. Теперь, чтобы получить ведомственный знак отличия, необходимо отработать не менее 15 лет в одной сфере деятельности. Коммунисты посчитали это уточнение слишком строгим, особенно в период кризиса, когда предприятия часто закрывают, и спросили докладчика, кто же сможет получить звание ветерана труда. В таких отраслях, как образование, социальная защита, люди работают и значительно большее количество лет, чем 15. А почему чиновники? У нас что, педагоги не имеют звания ветеран труда? Шла речь на заседание о дополнительных средствах, которые выделяют регионно-государственная казна. В сумму в 2,7 миллиарда рублей область получит на реализацию полномочий, переданных субъекту от федерации. В первую очередь, конечно, это предложение будет ГРБС, главных распорядителей бюджетных средств, но еще раз подчеркиваю, в первую очередь, это средства пойдут на выполнение дорожной карты по майским указам президента на повышение заработной платы. Обсудили парламентарии дополнительные выборы в областную думу. Депутата будут выбирать по 7 округу. Это Ивановские и Комсомольские районы, а также Кохма. День голосования назначен на 26 марта будущего года. Напомним, место в парламенте вакантно после досрочного прекращения полномочий представителя партии «Пенсионер за справедливость» Александра Ширстова.